Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Тот, кто хоть немножечко играл в World of Warcraft и рейдил хотя бы чуть-чуть, прекрасно знает о том, что для посещения рейдов нам требуются танки, лекари и бойцы. Бойцы разных специализаций, лекари разных специализаций, танки могут быть разных классов, но вот группа друидов решила чуточку иначе. 28 друидов вместе с охотниками на демонов и магом решили пройтись по святилищу господства. Пусть и не в самой максимальной сложности, не в мифической, но они сделали это в героической сложности и не справились. Это стоит внимания, и у меня как раз лог есть. Лог — это текстовый формат боя, в котором можно отценить абсолютно все. Как они передвигались, например, если кликнуть особую кнопочку, глянуть, какой у них был демодж, сколько у них был бурстовый демодж, то есть на пике при активации всех усиливающих кнопочек, в какой момент там был дан героизм, в общем, много-много чего можно на самом деле в логах увидеть. И именно в логах этот ран, это прохождение зафиксировано. Давайте его рассмотрим. Название этого лога — Буми ран. И, как уже было сказано ранее, тут будет очень и очень много совухов, а именно 28. Посмотрим для начала, за сколько у них боссы умирали. Тарагр в героической сложности, первый босс, умер за минуту 38. Самый быстрый бой — Душа Нерзула, 36 секунд. Сильвана умерла за 8.40. 8 минут — 40 секунд. У нее очень долгие анимации, у нее есть фаза в тот момент, когда она получает на 99% меньше урона, и эта фаза длится примерно минуту. В общем, босс реально долгий, нудный, вот этими своими анимациями он немножко напрягает. Окей, рассмотрим самый быстрый бой. Душа Нерзула. Что тут у нас вытворили друиды? А что у нас вытворили друиды? Друиды одетые в целом, 250-е, есть 245-е, да, немножечко. ДПС максимальный 35258 единиц, минимальный у совуха 22388. Ну, помимо, конечно, друидов, тут есть и охотник на демонов, танк, и фаер маг. Маг дает у нас бонус интеллекта, совухи у нас используют интеллект для того, чтобы наносить урон, поэтому для них это усиление. Охотник на демонов вешает магический дебаф на абсолютно все цели, которые находятся в бою, и таким образом совухи еще больше наносят урон. В общем, маг как саппорт, и ДХ танк тоже как саппорт, поэтому у совухов и такой высокий ДПС. К тому же, они в правильном ковенанте, у них все хорошо, как я сказал ранее, шмот у них замечательный. ДПС идеальный. Пиковый, давайте глянем ДПС, 2 миллиона 400 тысяч. То есть, теперь, я думаю, все понятно, да, почему боссы так быстро умирали. 36 секунд, душа Нарзула просто отлетела. Переместимся назад. Коимбой еще можем глянуть. Драматсайн, минуты 22. Что у нас получается? Максимальный ДПС у совы 21 458 единиц, минимальный ДПС у совы 15 485. Из-за того, что боя идет довольно-таки мало, ДПС высокий. Вот и все. Прожимается бурст, дает демедж, наращивание демеджа. 2 миллиона пиковый демедж. Прекрасно, прекрасно. Далее, что получается? Коимбой еще хотим посмотреть? Хочется посмотреть Рокала, например, да? Вот, Рокала был Дан Героизен под конец. Тут какой пиковый демедж? Миллион. Тут уже пришлось по тактике, я думаю, играть, да? Руни крутить. Ну, конечно, без этого никак. Босс, иначе не пройдется. Сильвана. Самый сладкий кусочек этого видео и этого лога. 8 минут 40 секунд. Маг даже обогнал некоторых совухов. Скорее всего, потому что они просто-напросто умерли. 6 совухов тут вообще ничего абсолютно не выдало. Ну, 637 единиц ТПС, это не цифра. И 330 тысяч урона нанести за весь бой, это крайне мало. Но, все же, друиды справились. Они молодцы. Хорош ли друид на текущий момент? Как класс? В целом, да. Друид баланс может делать реально классные вещи в плане демеджа. И рейду он полезен. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Также закину этот лог в описании. Можете его изучить подробно. До скорого.